Владимир Григорьевич и Пётр Владимирович обсуждают современную молодёжь и вспоминают былые времена. Если раньше были дома пионеров, секции были спортивные, вот в том-то и дело, и дети были заняты, а сейчас, извините, ближе к алкоголю. Площадка на улице Свободы, одна из первых в Раминском, была благоустроена в начале 2000-х. В этом году реконструировано. Дети гуляют по мягкому резиновому покрытию. Скажите, пожалуйста, вы знаете, из чего сделано это покрытие? Вы знаете, нет, к сожалению, не знаю. Но я подозреваю, что в процессе подготовки это краска какая-то, в перемешку с какой-то крошкой, я так понимаю, которая застывает, и получается вот такое покрытие. Вы как, довольны покрытием? Вы знаете, где-то да, где-то нет. Вот я думаю, что в плане экологичности и полезности это не очень. А в плане чистоты, удобства, то да. Ребенок может и на коленках поползать, при этом не испачкавшись. А вот в плане, конечно, вот обращали внимание, что когда жарко, то очень запах такой неприятный. Мы вообще хорошо, очень много площадок сделали сейчас в городе, очень удобно. Везде, где не пойдешь, везде с детьми очень это, ну, хорошо и здесь все делают. Запах ощущаю. А какой запах резиновый? Да, запах резиновый. Ясно. А скажите, пожалуйста, вот здесь вот в коробочке раньше детки играли в футбол. Как вы думаете, травмоопасно было или нет? Там по асфальту они бегали. Конечно, травмоопасно. Мы даже маленькие были, там мяч гоняли, падали. Коленки были? Да, сейчас я думаю, что будет все прекрасно и замечательно. Мне все очень нравится. У меня ребенку 11 месяцев, он бегает, падает и даже не плачет. Оставалась черным пятном на фоне общей красоты двора футбольная коробочка с асфальтовым покрытием. Было очень даже опасно, потому что там одна щебенка была. Я убирал, то и дело. Дети зашибались. Бежит по щебенке, подскнулся и упал. Сейчас это хорошо, хоть не будут скользить. По многочисленным просьбам жителей в администрацию был проведен аукцион и начались работы. Через несколько дней от старого асфальта останутся лишь воспоминания. Ребята смогут играть в футбол без боязни ободрать коленки. Асфальт. На асфальте кто гуляет? Вот я был пацаном, мы по песку гуляли, пинали в футбол, а сейчас нет, конечно. Нет, нет. То, что делают, это хорошо. Это прекрасно, я считаю, что... Главное, чтобы ночью не орали, не это самое... Не будили меня. А поэтому забыли про старые-то. Им нравится здесь, и всегда отрибирается. Детей не обманешь, что... По сравнению с тем, что здесь был асфальт, это было намного позже. А вот когда сделали вот это вот покрытие, как и везде сейчас делают, замечательно, для детей очень хорошо. И прыгают, и скачут, и чистенький главное. Резиновую крошку смешивают с клеем и колером, после распределяют слоем полтора сантиметра на прогрунтованную поверхность. На один квадратный метр площади уходит примерно 7 килограммов смеси, застывает новое покрытие в течение суток. Я вообще считаю, что вот это вот покрытие для деток очень хорошо. Мне очень нравится. Я вот бабушка и внучки. Мы сюда приходим, гуляем, нам очень-очень нравится. Так что спасибо большое за то, что вот облагораживает всех. А в футбол будете ходить играть на ногу? Да, вырастет обязательно на кружку. Да. В довершении к покрытию на футбольном поле установили новые ворота. Они повыше прежних, хорошо забетонированы. Владимир Григорьевич и Петр Владимирович надеются вскоре порадоваться за современную молодежь, которую привлекают к спорту. Теперь здесь этот самый подвес, который 15-17 лет, вот им, чтобы они не болтались. Да, да, да. Михаил Лебедев, Елизавета Скребина для программы «Городские вести».